Здравствуйте! На Первом Матищинском свободный микрофон. Программа для тех, кто столкнулся с проблемой, но как ее решить, не знает. Каждый понедельник с 16 до 17.00 на одной из тенистых аллей сквера, расположенного перед театром «Фест», вас ждет съемочная группа. Подойдите, расскажите о том, что случилось. Свободный микрофон постарается помочь. Также пишите по адресу микрофонсобака.ru или звоните по телефону 8495-786-5404. Надежде Трифеновой. Так сделала Татьяна Сергеевна, жительница третьего корпуса дома номер 24 по улице Летной. Сначала ее просьба журналистам показалась необычной. Пенсионерка сетовала на беспардонность рекламщиков. Мол, они оккупировали всю многоэтажку и советовалась, как избавиться от навязчивых гостей. Но, прибыв на место, съемочная группа свободного микрофона прониклась уважением к Татьяне Сергеевне. И встала на ее сторону. Однако, сначала подробности происшествия. Специально для зрителей телеканала Первый Матичинский. Татьяна Сергеевна, жительница третьего корпуса дома номер 24 по улице Летной, выступает за красоту. Она и полисадник, что под ее окнами в порядок приводит каждую весну, и следит за тем, чтобы дворник вовремя выходил на уборку детской площадки, а городские садовники опиливали старые деревья, растущие вокруг нее. Вот только с одной проблемой пенсионерка справиться не может. Фасад многоэтажки испачкан клеем. В подъезде на стене остались дыры после того, как с нее была снята доска объявлений. И тут еще новая напасть. Вот смотрите, новый лифт. Входим, да? Это, во-первых, с какой целью? Насверлили дыр, как говорится, новый лифт, да? Его же вообще не имеют права сверлить кто-то. Вот. И мало им тут. Суда начали вешать. Видите, обрывают. Вот. Причем я пыталась узнать, к кому это относится. Думаю, может, приедут, вскрутят, найдут другое место. Все отказываются, никто не знает. Чья это доска, да? Да. Никто не знает. Татьяна Сергеевна категорически против подобных проявлений бесхозяйственности. Стены нового лифта испорчены. Стоишь в кабине, словно в помойке. Мало того, рекламщики не только покусились на лифт. Они потихоньку захватывают и окружающее его пространство. Вот, видите, кругом. Беспорядок. И вокруг, да? Вот, она клеит. Везде клеит, да. Везде. А никому до этого нет дела. Кроме того, Татьяна Сергеевна никак не возьмет в толк, кто станет забивать голову лишней информации с утра по дороге на работу и вечером спеша домой. И потом, как пользоваться подобной услугой. Человек подошел, ему надо посмотреть, прочитать объявление, а другой стоит, ждет его, когда он прочитает. Не права я? В смысле, лифт ждет, да? Да, ждет человека, когда тот выйдет, все сведения свои возьмет. С другой стороны, смеется Татьяна Сергеевна, содержание листовок жителей подъезда, скорее всего, давно выучили наизусть. Как я поняла, что они тут и не очень-то меняют рекламу. А, вот тут как оно висело, так и висит, да? В поле рекламы, она должна меняться, по идее? Ну, конечно, да. А это как висело, так и висит. Как украшение. Ага. Наверняка заучили рекламные слоганы и остальные обитатели многоэтажки. Например, в распоряжении жителей третьего подъезда так вообще три доски объявлений. Одна висит на фасаде, вторая в холе, на стене, третья в лифте. Ну, вот стены все испачканы. Да, испортили. В клею, в клею все стены. Да. И вот доска. Эта доска объявлений также привинчена шурупами к стене лифта, которому и трех лет нет. Зачем портить хорошую вещь, удивляется Татьяна Сергеевна, когда необходимую информацию и без того есть, где разместить. Надя, вот смотри, вот щит один стоит. Там второй щит стоит. Для чего спрашивать? На щитах, установленных во дворе многоэтажки, считает Татьяна Сергеевна, информация даже была бы более доступной. Но, похоже, к ним давно никто не подходил. Ну, конечно, в ужасном состоянии. Тут все разбито. Да. Все испачканы. Безобразие. В таком же состоянии и второй щит. Рекламщики предпочитают осваивать новые площади, позабыв об уже завоеванных. Как их остановить, спрашивает собеседница съемочной группы свободного микрофона. Прежде чем навести порядок в третьем корпусе дома номер 24 по улице Летной, надо найти того, кто его нарушил. Не скрою, съемочной группе свободного микрофона пришлось для этого воспользоваться личными связями. Но хозяин досок объявлений и стикеров, которыми украшены лифты многоэтажки, был найден. Им оказалось столичное рекламное агентство, также действующее на территории Подмосковья. Интересно, но затем дело пошло как по маслу. Давайте послушаем. Скажите, а вот эта реклама в лифте, как она вывешивается, вот эти доски появляются? Удовольствие. Под оговоренностью с руководителями разных уровней. Этих руководителей уже давно нет, доски висят там года три, никому не мешали. Сейчас вдруг взбрыкнулись жители Летной 24. Мы снимем эти доски. Завтра уберем их. И не будет, и жители будут счастливы. Хотя по уму, вот так вот, они никому не мешают. Вот здесь вот так по-хорошему. Ну ладно, это мое мнение, оно такое чисто субъективное. Все уверенность в этом доске. Жители могут не сказать, что телевидение мешало, и все завтра исправят. Ладно? Надеюсь, это не пустые слова. В противном случае найдутся иные средства. А пока переходим к следующему вопросу. О помощи просит соседка Татьяна Сергеевна, жительница второго корпуса дома номер 24 по улице Летной Юлиана. Почти год назад женщина стала мамой. Приблизительно в это же время отец семейства попытался сделать прогулки для супруги и сына более комфортными. Попросил власть имущих оборудовать подъезд откидным пандусом. Но малыш растет, а современное устройство, с помощью которого Юлиана могла бы без проблем вывозить коляску на улицу, так и не было установлено. Зато пандус появился в соседнем подъезде. Как так разбиралась съемочная группа свободного микрофона. Юлиана и годовалый Андрюша, жители второго корпуса дома номер 24 по улице Летной, выходят на прогулку. Чтобы наконец-то очутиться на свежем воздухе, им надо преодолеть довольно непростой для них участок. Лестничный марш первого этажа. Веселые горки-то на прогулку. Обычно. В этом подъезде есть откидной пандус, но им никто не пользуется. Вот этот пандус тяжеленный, неподъемный, он всегда был. Все мамочки, каждый раз, когда я поднимаю, все проходят, мамочки говорят, ой, как я вспоминаю, это время ужасное, как я таскала коляску. Я говорю, ну а вот что делать? Приходится таскать, потому что его снять, это еще тяжелее. Легче так затащить коляску. Съемочная группа свободного микрофона просит Юлиану вернуться в подъезд. Интересно, настолько ли тяжел откидной пандус, как утверждает женщина. То есть муж даже заругался, что ты попробовала его опустить. Слушай, ну он действительно очень тяжелый, я вообще вот просто боюсь это все даже уронить себе на ногу. Нет, слушай, Андрей, иди меня спасай. Вот дальше я боюсь, что-то, по-моему, я себе сейчас ногу придавлю. Да, лучше не рисковать. Ну он действительно очень тяжелый. Оператор съемочной группы свободного микрофона оставляет камеру и все же опускает, а затем вновь поднимает пандус. Он довольно крупный мужчина, но и ему эта задача не показалась легкой. Что, тяжелая? Ну да, то есть я поднимаю, но это вот здоровый мужик. А вот если хрупкая женщина с ребенком, она не поднимет его одна, это просто нереально. Когда пандус оказался на ступенях, съемочная группа свободного микрофона заподозрила еще одну проблему. А мне кажется, на него коляска даже не попадет. Ну да, ну видишь, со скрипом даже тебя втаскивать, получается, приходится. Но тут даже если ты его опустишь, этот пандус, по-моему, нельзя в одиночку коляску скатывать по нему. Да, даже там в колесе, но Юлиан крючок. Держись, держись, Андрюшка, держись крепко. Да, молодец такой, раз схватился, держится. Андрюша не единственный малыш, который живет в этом подъезде. Молодых семей среди соседей Юлианы много. Возможно, будет пополнение. Да и ее сын становится все тяжелее, растет. Женщине с каждым днем сложнее и сложнее придерживать коляску на спуске. А иногда с сумками идешь, набьешь продуктами, и тогда еще веселее затаскивать. Хорошо, когда мужчины встречаются, помогают. Знают, да, вот кто в подъезде живет, что... Да, вообще в подъезде так и встречаются все отзывчивые. Ну, гуляешь-то днем, никого особо нет. Год назад, как только стало понятно, что выйти на прогулку с малышом Юлиане без посторонней помощи непросто, отец семейства, пользуясь случаем, обратился за помощью к одному из претендентов на депутатский мандат. Мужчина попросил его установить во втором подъезде второго корпуса дома номер 24 по улице Летной современный легкий пандус. Вроде как пообещал, сказал, что должно быть какое-то инвестирование. Ну, так и остановилась на этом дело. И все, да? Да. А в управляющей компании ничего не писали? Нет. Извивления ничего не получалось? И как-то получается, и ныне здесь, да? Да, и пандус наш тяжелый стоит, никто им не пользуется. Стоит, чтобы и был. Зато на днях Юлиана с удивлением обнаружила, что в соседнем подъезде, где пандуса отродясь не было, появилось новенькое удобное устройство. У меня там подружка живет. Им установили, совсем недавно установили. Я еще думала, может быть, они с конца идут, может быть, и нам перепадет. Но она писала, она на добродел жаловалась. У них вообще не было пандуса. Им установили хороший, вот буквально вчера я им пользовалась, в гости ходила, легкий пандус, никаких проблем. Что свести коляску, что завести. Вот пандус, который установили в третьем подъезде этой многоэтажки в прошлом году. Вот, пожалуйста. Раз. Вот, спускает коляску. И все дела. А потом опять убирает и все. Да. Удобно и легко. Достаточно открыть шпингалет, и пандус без лишних усилий ложится на ступени. А по широким полозьям можно поднять или спустить коляску любой модели. Успеет ли Андрюша хоть раз прокатиться по такому устройству, как катается каждый день соседский ребенок. Или раньше научится самостоятельно бегать по ступеням. Съемочная группа свободного микрофона, в отличие от героев этого сюжета, не стала искать счастья на стороне. В конце концов, народный избранник поручил бы сотрудникам управляющей компании оборудовать подъезд пандусом. Второй корпус дома номер 24 по улице Ледной обслуживает МОП управления заказчика. Интересно, там о нуждах Юлианы и годовалого Андрюши ничего не знают. Но помочь своим подопечным ни в коем случае не отказываются. Итак, какие формальности надо соблюсти? Необходимо поменять существующий пандус на новый, более облегченный. Поэтому мы с удовольствием эту работу выполним. Единственное, попросил бы представить от совета дома соответствующее решение. Мы в начале мая проводили общее собрание на этих домах, соответствующий поискодня о создании совета домов. И по нашим сведениям такая работа ведется ими. Поэтому как только она будет завершена, ждем соответствующий протокол. А чьи подписи должны быть в этом заявлении? Речь идет о решении совета дома. Поэтому члены совета дома, если примут такое решение, мы эту работу с удовольствием сделаем. С председателем совета 2-го корпуса дома номер 24 по улице Летной съемочная группа свободного микрофона и Юлиана познакомились во время съемок сюжета. Активистка тут же заинтересовалась происходящим и, узнав подробности, поддержала молодую маму. Поэтому, думаю, женщины и впредь найдут общий язык и в скорости направят в МУП управления заказчика заявление о замене во втором подъезде старого пандуса на новый. Просьба Галины Анатольевны Грибковой, жительницы дома номер 4 по улице Щербакова, тоже затерялась. Но не на столе депутата, а в коридорах Мытищинской администрации. Чего хочет пенсионерка? Внимание на экран. Это Щербакова, дом 4. В марте месяце у нас снесли палатку. В настоящее время под палаткой гравию там с полмашины вручную там убрать нельзя. В марте месяце я писала заявление на Черняева Алексея Анатольевича, где просили жильцы, чтобы этот участок был очищен от гравия, завезена земля, посажены кустарники. Уже прошло половина мая, ничего не делается. Просьба еще раз напомнить о себе и довести все-таки этот участок до конца, чтобы фасад был красиво выглядел. Съемочная группа «Свободного микрофона» связалась с начальником управления ЖКХ и благоустройством Мытищинской администрации. К слову, его зовут не Алексей Анатольевич, а Александр Анатольевич Черняев. Может быть, поэтому письмо не нашло адресата. И так он предложил Галине Анатольевне передать ему копию потерянного письма через журналистов. Бумага потребуется для отчета. Как только документ будет на руках у съемочной группы «Свободного микрофона», Александр Анатольевич готов отправиться на место и посмотреть, как можно оформить изуродованный газон. Галина Анатольевна, съемочная группа «Свободного микрофона» ждет вас и других Мытищинцев в понедельник напротив театра «Фест» с 16 до 17.00. Также пишите по адресу микрофонсобакован.твм.ру или звоните по телефону 8-495-786-54-04. Будем рады помочь, ведь девиз нашей телекомпании – внимание каждому. До встречи!